Дорогие друзья, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая. Ну что, тероскоп для львов. Счастливый август. Давайте посмотрим счастливый август для знака зодиак лев. Все львы, львицы, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее перед вашими экранами. Сейчас мы посмотрим, что интересненького ожидает ваш знак. Или вы смотрите на ваших любимых под этим знаком, да. В каких энергиях будет месяц проходить для львов. Что там на любовном фронте, посмотрим сейчас. Так, ну и в целом, что еще интересненького, да, уже исходя из информации, будем дополнять арканами. И дополнительными вопросами, то, что будет интересно, да, то, что нужно будет узнать, что же там у львов в ближайшем месяце. Какие перемены, да, какие изменения, или на что нужно обратить внимание. Итак, энергия львов в следующем месяце. Посмотрите, энергия действий. Сбываются мечты. Желания также могут обрести под собой материальную основу. А возможно, то, что львы ожидали долгое время, готовились, да, как-то подготавливали почву для какой-то своей идеи, она может очень быстро даже в следующем месяце реализоваться. Также здесь идет выполнение обещаний, если кто-то вам что-то пообещал. То есть быстро закручиваются события, и вообще действовать нужно достаточно быстро со своей родной стихией, стихия огненная. Дальше. Что здесь еще, какие энергии. Знаете, вот здесь зависшая ситуация. С одной стороны, не все дела пройдут на ура, не все вы сможете завершить, если есть у вас какие-то планы и проекты, которые вы думали завершить в августе, они еще у вас, скорее всего, продлятся, да, или же вы не сможете принять решение по поводу чего-либо в следующем месяце. У вас еще будет такая пора, когда надо хорошенечко подумать, когда нужно все завершить, да, набраться сил, и вот как-то у вас продлится чуть дольше, чем вы планировали вообще. Какая-то ваша реализация, да, или ваши планы, ну, либо проекты. И третья карта сейчас энергии для львов. Ну, посмотрите, где-то в конце месяца вам нужно будет отдохнуть, потому что у вас месяц начинается очень быстро, очень резво. Все на плюсе, на позитиве. И потом можно перегреться, да, немножечко утомиться, и потребуется время для просто отдыха. Вот. И здесь, скорее всего, нужно будет не суетиться, да, не спешным, быть неспешными, и найти время для себя. Ну-ка, давайте еще уточним для себя. Что здесь еще можно добавить? Перевернутый был рыцарь жезловой. Жезлики прям, да. Смотрите, здесь вот идет какое-то исцеление. Если самочувствие плохое, ну, в общем, нужно набраться сил, терпения, мудрости, найти время для отдыха. Не нужно будет динамично скакать весь месяц и чего-либо добиваться. Нужно даже немножечко будет закрыться от всех. И вот здесь идет целительская все-таки карта исцеления и нахождения мудрости, да. Какой-то у вас духовный еще будет прорыв. Или у ваших близких, у ваших любимых. Умение договариваться, умение слышать и слушать, слушать и слышать друг друга, собеседников, самого себя, да, самих себя. В принципе, здесь карта говорит о том, что может быть переутомляемость, поэтому нужно как-то аккуратненько отнестись к своему состоянию, к своей энергетике, к своему здоровью. Вот. В принципе, карты на самом деле очень даже хорошие. Хорошие энергии замечательные. Просто нужно без фанатизма двигаться к своей цели. В любви и в отношениях. Здесь звезда. Во-первых, здесь подготовка, можно так сказать, предвкушение классного будущего, да, для себя и счастливых отношений в этом прекрасном будущем. А будущее строится уже здесь и сейчас. У кого-то, конечно же, на отдалении проиграется любимый человек, да, давайте посмотрим. Но здесь вот задел какой-то на будущее. И сразу третий аркан. Будут некие трансформации. Кто-то расстанется, да, из-за львов, примет такое решение. Для того, чтобы уйти в новое, для себя пожить немножко. Или уйти, чтобы, ну, как-то, если вы в паре, то, может быть, нужно будет разойтись не насовсем. Просто для того, чтобы обнулиться, понять, что нужно, да, немножко отдохнуть друг от друга и затем уже вернуться через какое-то время. У кого-то может проиграться, что захочется просто-напросто свободы. И придется просто расставить точки над «и». И, скорее всего, там, где уже особо-то не было, может быть, чувств уже, да. Давайте позитив-негатив посмотрим здесь, что покажут. Из треугольников кто-то выйдет. Скорее всего, здесь нет желания строить семейные отношения в следующем месяце. Здесь в следующем месяце льватам захочется погулять, но с пользой, с толком попутешествовать, может быть, покорить какие-то города, странные веки. Здесь речь идет о том, что нужно отдохнуть друг от друга, идет какое-то пресечение, если вы уже в отношениях. Возможно, вы немножечко разойдетесь, но, опять же, надо смотреть конкретную ситуацию. Здесь все-таки у нас общий просмотр. В каком статусе его неизвестно. Если вы вообще одиноки и свободны, то это прекрасное время для вас начать путешествовать, общаться и не заморачиваться никакими сложностями. То есть вас ждут великие дела, у вас прекрасное будущее. Но здесь и сейчас вам нужно еще и сил набраться, и как-то мир посмотреть, да, себя показать. И можно чему-то научиться, какой-то опыт для себя принять. Может быть, даже вы осуществите свою мечту. Может быть, вы хотели куда-то съездить, отдохнуть, и вот вам такая возможность предоставиться или же обучиться. Ну, вдруг, какие-то даже вебинары, курсы по интернету пройти в виде вебинаров и прочее. Это тоже своего рода, ведь познание, да, через интернет можно общаться, преодолевая не только километры, но и языковые барьеры и прочее, да, общаясь с людьми совершенно из других, не просто городов, но и стран. Нужно язык поучить, кстати, вот тоже это интересно. Знаете, здесь набор сил все-таки в любви и отношениях идет в следующем месяце. Никто не говорит, что все плохо. Нет, просто здесь какой-то перекур. Здесь какой-то отдых. И холостые, свободные львы пойдут на поиски счастья. Причем пойдут, развиваясь к своему счастливому будущему. А если вы в отношениях, еще уточним чуток. Здесь тоже есть желание все-таки, да, немножечко сделать какую-то паузу. Скорее всего, это пауза будет. Но опять же, здесь ничего нет отвратительного, но отрицательного. Все-таки, смотрите, здесь нужно смотреть на позитив. Потому что у кого-то расстояние проиграется, не хватает близости, тактильных ощущений. То есть месяц будет какого-то внутреннего саморазвития, спокойствия и нахождения себя. Подумать, да, что вам нужно, что на самом деле вы бы хотели. И вот жрица это оказаться в нужном месте, в нужный час. Возможно, в этом же месяце вы уже определитесь на самом деле, как и что. И ваш партнер, если вы не свободны, да, тоже вам что-то уже подскажет. Какие-то вам произнесет речи. Смотрите, не показывают пока. Ну вот пусть солнышко, вот помедитируйте, дорогие. Это ваша карта, вашего месяца. Львы, знак солнца. Это огненная стихия, жар и пламя. Прекрасное сочетание. Пусть оно и будет звезда, жрица и солнышко. Это радость, это позитив. Это быть все-таки себе. Делать себе в угоду что-либо. Немножко побыть эгоистами. Это будет здорово. Это будет вам помогать набрать вашу же энергию собственную. И причем набраться мудрости, терпения. И знаете, здесь какой-то шанс использовать. Прямо оказаться в нужное место, в нужном месте, в нужное время, в нужный час. И использовать шансы. В принципе, здесь хорошие. Тут на обучение очень хорошее. Арканы очень хорошие. Может быть, вы действительно какое-то новое хобби или какие-то курсы квалификации пройдете. Кому это актуально. Это очень интересно. Ну и давайте еще посмотрим, что здесь показывают. У вас очень сильные энергии. Будет очень много желаний, хотелок. И, знаешь, можно будет многому искуситься. Но здесь достаточно будет подключить ваш собственный интеллект, вашего внимания, скажем так, критического. Логику нужно будет включать. Обязательно нужно разговаривать, ничего не принимать на веру. У вас по шестерке Пентакли будет какой-то взаимоэнергообмен с кем-то. Может быть, с людьми. Может быть, вы когда-то помогали, вам будут помогать. То есть вот энергия уходит и возвращается, плавно там перетекают. У вас здесь замечательно все. Набор энергии идет. И какие-то вам энергии еще страстные. Страстные энергии надо просто будет вам уметь критически оценивать ситуацию, чтобы не попасться на искушение. На пустое искушение. Здесь обманка есть. И очень-очень сильно будет чего-то хотеться. Что-то у вас замечательно получится, вам нужно продвигаться. А вот искушение по пятнадцатому аркану дьявола. Вот здесь надо быть аккуратнее, думать, прежде чем делать. Семь раз отмерить, один раз отрезать. Вот здесь еще знак судьбы. Колесо фортуны. Нужно использовать ваши шансы. Все предложения, которые будут вам идти, их может поступить очень много и быстро. Или даже одно какое-то вам нужно использовать шанс. Борясь с искушениями при этом. Но если вы зададите себе сами высокую планку, будете думать, не просто делать, а семь раз отмерить, один раз отрежете, у вас все будет замечательно. Здесь фортуна вам благоволит в этом месяце. И посмотрите 21-й аркан мир. То есть вы будете спокойно, уравновешены, будете нести мир. Это может быть даже примирение с кем-то, с кем вы были в ссоре. А важное с самим собой. Здесь гармоничное состояние, вы его приобретаете. И все хорошо в делах домашних. Может быть, у кого-то будет покупка дома. Недвижимость в целом. У вас здесь прям какая-то фортуна, удача будет, может быть, выгодное предложение какое-то по покупкам. И в отношениях вы можете схватить птицу счастья во всех сферах. Аркан мир – это замечательный аркан. То есть это и работа, и отношения. Здесь все-все-все-все может здесь быть. Но и у вас и энергии будут интересные. И упадничество нужно будет попробовать отдохнуть. И самим развиваться, в какие-то новые двери стучать можно будет. Двери будут вам открыты. Не все, но надо в разные пытаться стучать и пробиваться, реализовывать свои желания. Возможно, вы давно хотели что-то сделать и все не решались. Авкус будет для вас прекрасным месяцем для собственной реализации. Хотя бы что-то начать. Потому что как начнете схватить птицу счастья за хвостик, так оно у вас будет и дальше. То есть оно не здесь и сейчас начнется и закончится. Начинается в августе, а потом имеет прекрасное продолжение. И вот еще здесь показано, что еще какие-то планы, либо проекты, они у вас продлятся. Не все будет завершено в августе. Но также новые возможности к вам придут. Вы как-то будете в параллель, возможно, заниматься сразу несколькими делами. Поэтому смотрите, не переутомитесь, умейте отдыхать и переключаться. И все будет просто прекрасно. Но у вас получится, что в любви и в отношениях будет небольшая, может быть, пауза. Или же, знаете, вот здесь все-таки надо себя полюбить. И с точки зрения легкого, здорового эгоизма обратите энергию на себя. И возможно, те люди, если вы не свободны, которые с вами рядом, в первую очередь, это ваши любимые, если вы не свободны, если вы в отношениях, они как-то переключат свою волну, свою энергетику на вас. То есть вы здесь король, королева, солнышко. Это ваш месяц. И можно, возможно, хотя бы раз в году, да, энергию внимания переключить на себя. На себя любимых. На себя солнечных королевских осов. Ну, львы они такие. Ну что, дорогие, вот так я думаю, что вам было интересно, полезно. Дорогие львы, спасибо, что были со мной. Ну и те же, кто любит и обожает львов. Вам тоже большой респект. Спасибо, что посмотрели. Думаю, что вы напишите ваши комментарии. Поблагодарите меня за ваше интересное проведение досуга, за ваши знания полученные, интересненькие, я надеюсь. Ну и за мой скромный труд для вас. Друзья, ну что еще можно добавить? Те, кто желает обратиться на индивидуальный прием, пожалуйста, внимательно читайте информацию под видео. Я провожу экстрасенсорные приемы, смотрю по фотографии, ну и также просмотр на картах Таро. Извините в колокольчик, чтобы не пропустить наши новые встречи. Взаимности вам. И до новых встреч. Пока.